Богатым, друзья, вас делает магия сложного процента, а не то, отменил там кто-то дивиденды, просил там какая-то акция. В этом ролике мы поговорим о магии сложного процента. Я просто смотрю, как сложный процент делает меня по чуть-чуть богаче, мой капитал растет. И я решил на примере инвестиций в акции это показать, а в том числе именно на примере своих дивидендов. Как дивиденды мои росли за год, и все это благодаря сложному проценту. И как раз таки на дивидендах я объясню, как и что это работает. Что еще нужно понимать? Как я вначале сказал, какие-то просадки, какие-то невыплаты дивидендов, это на 10-летних горизонтах вообще не будет никакое иметь значение. Так же, как и куда вы инвестируете. Ну, как правило, нужно инвестировать в разумные инструменты, я не имею в виду в какой-то либо скам. Если вы в какой-то скам, в какую-то хрень инвестируете, это, понятно, большая проблема. Но если реально покупать хорошие корпорации, там, не знаю, те же надежные ОФЗ, недвижимость, какие-то депозиты, накопительные счета. Ну, все, что связано с денежным потоком, это, конечно же, даст свои плоды. Здесь еще нужно нам два фактора. Первый фактор – это, конечно же, время, друзья. Именно время и запускает сложный процент, и помогает нам богатеть. То, что вы там где-то в моменте, это все еще не будет иметь значение. Именно на большом промежутке времени все это будет наглядно видно. И тому пример я сегодня вам покажу. Например, акции, как за год у меня было, допустим, 10 рублей на акцию, а потом стало, грубо говоря, сразу 1000 рублей на акцию за год. Это все благодаря сложному проценту. Чтобы время на нас играло, это взаимосвязанные факторы. Нам нужен второй фактор – это следить за здоровьем. Благодаря тому, что мы будем следить за здоровьем, меньше нервничать, меньше паниковать, обследоваться. Возможно, когда-то тратиться на медицию, но она не дешевая. Чем дольше мы проживем, тем, соответственно, у нас будет больше времени, тем больше раскроется сложный процент. И, соответственно, больше будет у нас времени на то, чтобы мы могли пожинать плоды от своих инвестиций. А так смысл какой? Откладывать, откладывать, губить свое здоровье, не поправлять. И в итоге, как только капитал накопится, мы не сможем начать жизнь с капитала, как уже как бы все, например. Да, что-то с нами случилось или, в общем, как говорится, ушли на тот свет. Поэтому очень важно, еще раз говорю, здоровье. Я вот тоже в свое время здоровье подпортил, сейчас конкретно им занимаюсь. Лечение не дешевое, но а что приходится? Сам в этом виноват, а сознание ко мне пришли только уже. После 30 я там уже начал следить, ходить, обследоваться и решать свои какие-то проблемы. Тем более, пока молодой, нужно какие-то там моменты, даже если касается каких-то операций, все это делать. И также, пока молодой, есть энергия зарабатывать деньги, нужно, конечно же, этим всем пользоваться. Чтобы потом и организм сейчас все переносит проще. Потом, еще раз говорю, все будет сложнее. Поэтому я это все осознаю. И я сейчас, конечно же, стал больше, как говорится, гулять. Ну, в общем, заниматься тоже спортом, следить за здоровьем. Эти два фактора важны. Время, соответственно, и здоровье. И благодаря этому запускается магия сложного процента. Третий пункт, помимо, ну, вот, время, здоровья, разница между доходами и расходами, это ваша дельта. И чем дольше вы будете стараться больше зарабатывать и меньше тратиться, тем больше, чем больше вы будете нести на рынок, не важно, в любые какие-либо другие инвестиции, тем быстрее будет запускаться сложный процент. Но даже если вы будете 20 лет вкладывать по 3000 рублей, через 20 лет реально сложный процент даст свое дело. Плюс еще там еще будут прибавляться дивиденды. Дивиденды, дивиденды плюс ваши накопления, это реально гремучая смесь, которая запустит этот снежный ком, когда ваши, допустим, дивиденды будут покрывать все ваши расходы. Вы будете, допустим, жить на 50 тысяч, а вам будет приходить 100 тысяч, вы будете тратить 50, на 50 еще запускать, и тем самым у вас капитал будет расти. Даже если дивиденды вам не будут приходить, вы можете доносить дельту, разницу, тем самым все равно капитал ваш будет расти, вы будете все равно богатеть. Здесь самый момент, какой опять же, здесь уже чисто психологически ваши навыки отдельные, все люди разные, то есть это ваш риск-профиль, готов вы терпеть просадки, ну много разных таких моментов, готовы долго сидеть в акциях, как правильно вы составили портфель, чтобы меньше паниковать и тому подобное. И здесь, конечно, самые стойкие, самые продуманные, самые, кто обучается, не ленится, изучает все, именно добьется результата. Сейчас в это время мы получаем суперколоссальный опыт, такого опыта реально нигде не было, я тоже, вот с заморозкой активов, вот эта геополитика, это хорошо, что мы реально сейчас уже приобрели этот опыт и я его приобретаю. На старте своих инвестиций, я только 2,5 года на рынке, ну когда будет 3 года, мы подведем итог, я тоже самое повторю там, то, что мы получили за этот год, колоссальный опыт, посмотрим, как говорится, что нас еще ждет дальше, ну я не знаю, что еще может ждать, самое наихудшее уже произошло. Также еще коротко коснусь тому, что никакая валюта, ни крипта, ни доллар, ни франк, неважно что, не дает сложного процента. Объясняю почему, потому что сложный процент запускается за счет денежного потока, никакая валюта не дает денежному потоку, плюс еще сложный процент запускается благодаря дельте, то есть это ваше довнесение. Плюс, что касается, еще хочу сказать, валюты, также самые гречки, там, сечки, сахар и тому подобное, это все, как говорится, не инвестиции, это, они подойдут для спекулятивных целей, у меня уже было отдельное видео, вот эта обложка, я там это рассуждал, поэтому эти инструменты, мы только на них можем спекунуть, то есть они выросли, мы их продали и количество их у нас отбавилось. А в отличие от акций, количество акций не добавляется, когда мы получаем какую-либо прибыль, и эту прибыль мы можем внести еще на ту прибыль, на которую была куплена акция, поэтому у нас получится еще больше акций, значит в следующем году мы получим еще больше денежного потока. С валютой гречка-сечка такого не получится, мы купили, мы продали, все, у нас нету этих товаров, либо эта валюта, у нас есть только деньги. И далее закупить, попробовать, также выгодно, это уже вопрос, и это уже сложности, а здесь никаких моментов, все, покупаешь актив, он постоянно генерирует прибыль, а чтобы прибыль всегда была, нужно распределять все по разным классам активов, и тогда у вас проблем не будет. Не выплатила одна акция, выплатит другая. Облигации, например, стабильно платят, недвижимость тоже там, как правило, стабильный денежный поток. Ушли одни квартиранты, пришли другие. Вот, например, у меня так уже 8-9 лет, бесперебойно все это работает. Давайте сейчас перейдем к моей дивидендной табличке, я вам покажу на примере, как это все детально работает, чтобы у вас было понимание. Поехали на мой рабочий стол, на макбуке, и как раз там сейчас все я вам это детально покажу и расскажу. Давайте на примере дивидендной таблицы я вам покажу, как работает сложный процент в акциях. Это будет более понятно. Также напомню, что сложный процент у нас работает в тех инструментах, где у нас есть денежный поток. А напомню, это у нас получаются депозиты и накопительные счета, далее облигации, недвижимость, потому что мы ее сдаем. Помимо того, что она еще может в стоимости перестать, конечно же, акции. Вот это основные 4 вида таких классических проверенных инструментов, которые дают денежный поток. Так вот, давайте посмотрим на примере именно разовые выплаты за год. Это будет более понятно. Возьмем просто, например, Интерау, потому что Интерау платит раз в год. Мы посмотрим, как изменились мои дивиденды за год благодаря сложному проценту. Да, чем чаще компания платит, тем, конечно же, больше можно заполучить сложный процент. Также, чем компанию дешевле мы купили, тем в будущем будет больше потенциальные дивиденды у нас. И, соответственно, быстрее мы запустим свой сложный процент. А напомню еще раз, сложный процент у нас это дивиденды и это наша дельта, наше накопление, которое мы докладываем. То есть, это дополнительные деньги, которые мы вносим. Чем акция дешевле и тем больше мы можем купить на дивиденды и на свои деньги акции и в будущем запустить более мощный денежный поток. Потому что компания может заплатить еще больше дивидендов, чем она платила, а мы купили еще дешевле. Или же, если она даже заплатит столько же, сколько она обычно платит, но процент будет выше, потому что мы потратили на покупку меньше, купили ее дешевле. Это вот такая вот информация. Давайте сейчас посмотрим на примере Интерау. Вот смотрите, за прошлый год у меня было всего лишь 78 рублей по Интерау. Это вот у нас получается за 21 год. Они платят один раз в год. Они платят один раз в год и платят всего лишь 25% от чистой прибыли. Вот у нас уже 22 год, видите Интерау, у меня уже 721. Представляете, это где-то в 10 раз моя прибыль за год выросла. Интерау платят один и тот же процент, 25% от чистой прибыли. Понятное дело, у кого-то чуть больше будет, у кого-то чуть меньше. Это зависит, какая у вас средняя цена по акции. Соответственно, вы получите кто-то там 7%, кто-то 6%, кто-то 8%. Но почему денежный поток вырос в 10 раз? А все дело не в проценте Интерау, который он выплатил, а понятно, что дело все в магии сложного процента. Как это все работает? Допустим, в том году у меня было 100 акций. За год я докупил еще 900 акций. В этом году у меня стало 1000 акций, я уже получил дивидендами на 1000 акций. То есть количество старых не уменьшилось, а количество новых я докупил. Итого, количество акций увеличилось, соответственно, количество выплаты увеличилось. А каким образом увеличилось количество акций? А все элементарно, благодаря дивидендам, благодаря внесению моим денежным средствам. А это и есть сложный процент. Это проценты на процент. Получается, я получил проценты, грубо говоря, ну и дельту тоже можно так же начать. Это довнесение средств. И я их довнес на покупку акций. Соответственно, уже дивиденды получены были и на те акции, которые были куплены с довнесенных средств. То есть уже не на 100, а уже на 1000 акций. И вот это очень важно. И самое главное, еще раз говорю, что вы покупаете. Понятное дело, скам всякие не стоит покупать. А сколько вы денег отнесете на рынок. Именно сложные проценты делают вас богатым. А не то, что вы покупаете. Не то, что там Газпром отменил дивиденды. Это все на самом деле мелочи жизни. На большой дистанции именно влияет вот это. Какое количество вы отнесли денег на рынок. Ну или вообще в инвестиции, неважно. Может быть, вы недвижимость покупаете. Или инвестируете в покупку новой недвижимости. Плюс, понятное дело, если у нас хорошая диверсификация, кто-то выплатит, кто-то не выплатит. Все равно следующий процент будет запускаться. Еще раз говорю, время и сложный процент вас сделает автоматически богатым. Здесь, опять же, нужны будут навыки дополнительные, типа дисциплины. Поменьше всякой суеты кого-то там слушать, принимать свое решение. Понимать, как это все работает. И понимать, что такое рынок. А не так прийти сюда, побаловаться и поиграться. Так, конечно же, вы, еще раз говорю, прервете сложный процент. Вот, допустим, если вы выйдете из компании, из какой-либо, вы заплатите уже комиссию, например, брокеру биржи. То есть, ваш сложный процент уже уменьшился, потому что вы заплатите комиссию, брокеру биржи, вы прервали его, продавая акцию. Вы можете переложиться, допустим, в тех акций, которые не выплатили, в те, которые якобы выплатят. Но, опять же, комиссию, брокеру биржи вы за покупку, за продажу заплатили, а вдруг вы войдете в акцию, и акция эта пообещала, но не выплатит, как Газпром. Получается, что вы уже вышли из акции, возможно, у вас была хорошая цена, вошли в акцию, в которой не очень хорошая цена, потому что она начала расти под дивиденды. Как правило, акция заранее уже растет под дивиденды, или даже когда советы директоров рекомендуют. И все, и потом вы получите дивидендный гэп, вы еще получите убыток по той акции, в которую вы хотели якобы получить дивиденды. Но еще и вы заплатили комиссию биржи и брокера. Поэтому это нужно понимать. Вот поэтому я лично раз не сучусь. Если же какая-то акция, например, не выплатила дивиденды, будет дивидендный гэп, я еще докуплюсь. Если какая-то акция, мы ее купили под дивиденды, там тоже будет дивидендный гэп, мы тоже можем докупиться. Поэтому я не вижу смысла продавать, покупать, бегать. Я вижу смысл, я сейчас говорю, сидеть в активах как можно дольше, выбирать качественные компании и тем самым запускать сложный процент. Еще раз говорю, меньше комиссий, телодвижение, меньше, это значит, меньше лишних трат, и это полезно для вашего здоровья, тем быстрее вы будете богатеть. Вот это нужно понимать. Давайте вот еще наглядный пример, допустим, ЮниПро. Видите, в январе у меня было все же 97 рублей, и считаю, что, глядите, вот, за год у меня увеличился, представляете, уже 1300 ЮниПро заплатить. Почему опять же так? Потому что здесь было маленькое количество акций, ну, не помню сколько, но маленькое. А здесь их, конечно же, увеличилось, я их докупал, неважно, как вы их докупали, с Дельтой, с других дивидендов, с тех же дивидендов ЮниПро. И вот, видите, уже вот столько. Да, сейчас в этом месяце, в этом году ЮниПро пока отказался от дивидендов, но факт остается фактом, видите, как денежный поток рос. Вот это очень важно, особенно на первых порах. Стараться больше относить в инвестиции, не обязательно в рынок, там может быть те же вклады, у кого недвижимость, те же самые облигации, с ними также все работает, на купонах докупаем другие облигации. Денежный поток плюс свои деньги. И вот так вот, я думаю, простым языком, я объяснил, что такое сложный процент, и как он работает. Поэтому нужно выбирать, еще раз говорю, инструменты с денежным потоком. Поэтому гречка, сечка, всякие доллары и крипта, еще раз говорю, она не дает денежного потока, значит, вы никак не сможете запустить сложный процент. Плюс они имеют свойство отбавляться. Вы продали, их нет. Чтобы вам получить прибыль, вам в любом случае придется продать валюту. А чтобы получить прибыль с акции, вам не придется ничего продавать. Что касается ETF-фондов, здесь я не знаю, те, кто знатоки, подскажите, как работает сложный процент, и как вы быстрее будете богатеть пассивным инвестированием, где ETF-фонды не платят дивиденды. Если только вы будете докидывать деньги из своего кармана, но, видите, дополнительной помощи в виде дивидендов у вас нет. И поэтому вам сложнее будет запускать сложный процент. А если, допустим, у вас ETF-фонды все упали, вы хотите докупить какие-то еще, что вам делать? Допустим, дополнительных денег сейчас нет. Мы хоть можем дождаться дивидендов, а вам что, придется занимать, искать, либо продавать убыточные фонды, перекладываться в другие, опять же, платить комиссии. Просто не знаю, как раскрыть сложный процент. И в этих фондах, если вы скажете, продавать те, которые чуть выросли, и перекладывать в другие, но от этого ваш капитал не увеличится, потому что количество у вас ETF-фах, отбавится было тех, столько вы получаете. Их продали, количество отбавилось, да, вы переложили в более дешево, может быть, вы их больше купили, чем те, которые выросли, но они же, еще раз говорю, отбавляются, получается, капитал просто переспределяется. А здесь, когда выплата дивидендов, количество акций остается тот же, и на это количество акций мы можем докупать. А то, что там что-то где-то в минусе, это роли не играет. Самое главное, что количество акций не отбавляется, и за счет денежного протока и дельта мы их можем увеличивать. А там нам придется забирать кусок пирога и тем самым прерывать сложный процент. Поэтому, кто бы там что ни говорил, с дивидендами лучше, чем без дивидендов, потому что, еще раз говорю, можно быстрее богатеть за счет капитализации процентов. Пишите в комментариях, что вы думаете по ETF-фондам, выскажитесь, как там запустить сложный процент. Возможно, я не осведомлен и не прав, и сторонники ETF-фондов лучше знают, чем я. Я буду, конечно же, рад выслушать. Как говорится, одна голова хорошо, а несколько лучше. Ставь лайк, надеюсь, данная информация была полезна. Возможно, не все из вас это понимали и не знали, как работает сложный процент, и игрались, продавали, покупали акции, а это, еще раз говорю, все бьет по сложному проценту. Делись данным видео со своими друзьями, оно действительно полезно, и им тоже может быть полезно. Пиши свое мнение в комментариях, что вы думаете насчет сложного процента, как обстоят у вас дела. Ну, а если еще не подписались, то, конечно же, нужно подписаться на мой YouTube-канал, чтобы не пропустить очередные полезные видео. С вами на связи, как всегда, был Фокин Евгений, начинающий инвестор. Как говорится, накапывайте капитал, инвестируйте и богатейте. Сложный процент, друзья, сделает вас богатыми. Самое главное – терпение.